Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук. Идем смотреть и слушать электронного гида. Наконец-то мы попали внутрь крепость. Удивительно, я, честно говоря, этого не знал. Оказывается, крепость построена аж в 1323 году новгородскими князьями. В 1612 году ее захватили шведы. И она была под шведами до 1702 года. Пока наш великий первый император России, Петр Первый, не вышел отсюда. И с тех пор она стала форпостом русского войска. Защиты Санкт-Петербурга. И вначале, конечно же, я вам расскажу о вот этой башне. Она называется Государева. Это вход в крепость. Ее построили во время русско-шведских войн Петр Первый. Почему Государева? Ну, потому что строил Петр Первый раз. А во-вторых, наверху, видите, ключ. Это вход в крепость. Сделана она очень мощно. Сюда не могли прорываться ни шведы, потому что перед ней был ров. И на входе. Вход был, дорога в самой крепости, когда мы входили. Она сначала ровно, а потом сразу на 90 градусов поворачивает. То есть просто пробить ее тараном было невозможно. Там нужно было поворачивать. То есть хитрость такая была сделана. Такая вот башня. Не поддалась врагу ни шведам, ни фашистам. Хорошо, когда-то мы купили дачу, потому что какие окна были? Бойницы. То есть строители сэкономили на все. Пришлось расширять, расшивать и делать нормальные окна. Но здесь, конечно, имеет смысл. Чтоб по тебе не попали, когда ты стреляешь из ружья. Пойдемте. Шведы не пройдут. Наши русские рокеры стоят тут на страже прохода к Питеру. Суха теория, мой друг. А древо жизни вечно зеленеет. Яблоки растут даже возле обломков крепостей, разрушенных стен. Жизнь пробивается везде. Сквозь бетон пролазит и сквозь асфальт. Вот так и русский рок. Мы прорвемся на международную арену. Что рассказал нам электронный гид? В 15 веке это был Преображенский собор. Уже в 15 веке. И здесь была икона Казанской Божьей Матери. Потом он разрушился. В войнах участвовал много. Потом его переделали в Иоанновский собор. А сзади меня виднеется купол башни, которая называется Королевская башня. Построили-то ее русские. Но в 15 веке. Но когда началась война со Швецией, шведы захватили в 1611 году крепость. И восстановили башню. Она была немного разрушена. Укрепили ее еще сильнее. И она им служила почти 100 лет. Но потом наша опять. Петр Первый назад ее к себе. И она стала одним из самых мощных форпостов этой крепости. И служила в том числе и при обороне от фашистов. А вот они, родные, сорокопяточки. Которые убили фашистских гадов на полях Великой Отечественной войны. А почему родные? А потому что я три года служил на кораблях Теркинского флота комендором. То есть морским артиллеристом. В башне главного калибра. Только у нас калибр был 122 мм. А тут только 45. Но убили врага так надо. Что здесь еще интереснее? Здесь очень низкий броневой щит артиллеристов. Поэтому осколками часто их пулями убивали. Экономили на металле. Сталину доложили. Он приказал увеличить. Несмотря на затраты и экономию встали в то время. Враг не пройдет! Я думаю, здесь объяснять ничего не надо, кому это памятник. Это памятник защитникам крепости Великой Отечественной войны. Очень хорошо сделано. Прям достойно. Увековечивали память героев. Достойно очень. И самое интересное, что весь металл для этого мемориала делали из остатков осколков бомбы, снарядов, которые сюда упали. И делали его в числе авторов мемориала. Были и защитники, в том числе и крепости. Вот это здание уже построено в 1909 году. Это четвертый тюремный корпус. Здесь уже содержались узники, всякие революционеры, которые хотели... Помните, как Столыпин говорил? Вы хотите великих потрясений, а мы хотим великую Россию. Вот тут вот потрясатели сидели. И в 1917 году их освободили, рабочие Петербурга. И эту крепость сожгли, и вообще разрушили. Вот так она до сих пор разрушена и стоит. То есть это здание имеется в тюреме. Как сотворение кровавого царского режима. Который отправлял Ленина в ссылки. Платил ему деньги, что он мог разодержать служанок. Поварих. Кровавый режим был очень сильный. Идем дальше. Сзади меня находится еще одна тюрьма. Только она построена была в 19 веке. Там в 20-м начале века, а это в 19-м. Тут сидели народовольцы, а там уже большевики. То есть преемственность поколений. Тюрьмы разные. Ну, серьезно был подход к порядку, да? Все железное, приваренное. А вот это крест, поставленный павшим воинам, которые под руководством Петра Первого освобождали крепость от шведов в 702-м году. Красота, место для обороны. Прохода в Питер идеальное. Просто класс. Держать оборону враг не проскочит. Супер. Грамотно поступили наши русские друзья. Петра Первый, что здесь крепость построили и держали ее. А вон она, Королевская бажда, которую шведы восстановили. Все разрушили, восстановили. Которая, самый главный, опорный пункт, встречает корабли. Согласитесь, впечатляет история, прям застывшая история. в камнях, в ушках, в памятниках. Ну что, прекрасная экскурсия. Я получил массу полезной информации. Узнал о том, что оказывается наши крепости уже были аж в 1323 году. И что они переходили с рук руки, но остались в наших надежных, пролитарских, крепких руках. И сейчас служат памятником нашей великой истории. В Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 года был казнен старший брат Владимира Ильича Ленина Александр Ильич Ульянов, который был арестован при подготовке покушения на российского императора Александра Третьего. Было ему на тот момент 21 год. Как и сейчас, так и тем более тогда, многие революционеры считали, что при помощи убийства первого лица в государстве возможно изменить политический строй. Но, как показывает история, это вряд ли. Повлиять каким-то образом на политику можно, но строй изменить невозможно. Александр Ульянов в декабре 1886 года организовал террористическую фракцию партии Народная воля. На деньги, вырученные от продажи его золотой школьной медали, была приобретена взрывчатка для совершения террористического акта. Однако царские спецслужбы их замысел предотвратили. Было арестовано 15 человек, 5 из которых были повешены, в том числе и Александр Ульянов. Именно после его жизни Ленин понял бесперспективность подобных действий и произнес знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем». На месте казни Александра Ульянова посажена яблоня и установлена мемориальная доска на крепостной стене. «Орешек», «Нотедам», «Орешек» и, наконец-то, шли с Сельбург. Так называлась эта крепость за 700 лет своих заслуг. На острове стоит твердыня, в устье самом реки Невы. Не могли сладоги-вражины на землю русскую пройти. И не смогли даже фашисты дорогу жизни перекрыть. Насмерть бойцы-артиллеристы здесь усмиряли вражью прыть. Столетиями здесь наши люди границы крыли от врагов. Крепость теперь музеем служит. Служить ее удел такому. До революции служила еще и царской тюрьмой. Многие головы сложили. Даже Ульянов, что старшой. Народовольцы проклинали эту надежную тюрьму. Им декабристы подпевали. Большевики страдали тут. Пущин, Бестужев, Кюхельбекер, Бакунин, главный анархист, Орджоникидзе, грызгалеты, Иван Каляев, террорист. Ну, а до них был заключенным герцог Берон, чья жизнь бурна, И Иоанн, наследник трона, Жена Петра, Лопухина, И оба князя долгоруких, И князь Голицын здесь сидел. Многие наложили руки, Многие были не у дел. Такая славная вот крепость, Такой прикрытый русский тыл. Правда, захватывали шведы, Но Петр Первый все отбил. Попович, Муромец, Добрыня, Русских зовут богатырей, Орешек им под стать твердыня, Памятник смелым разных дней. Адмиралтейский якорь времен Петра Первого. Это то, что держит нас, Держит, позиционирует в мире, Особенно нас позиционируют моральные нормы, Нравственные. Это тоже якоря. Многие думают, что это шутки, Нравственные нормы, Что на них можно наплевать. Не, ребята, это те якоря, Которые держат нас на этом свете. Так вот это вот Русские якори, Как символ Тех ценностей, идеалов, Которым мы преданы. И что интересно, Так как я бывший моряк, То я вам расскажу, Что при швартовке корабля Якорь, конечно, важен, Он тяжелый. Но еще вождей Якорь-цель. Вот это она весит Намного тяжелее якоря. И она придает вес Этому якорю. Безоткатные Орудия. Такие, как они были на крепостях. Калибр, Ну, я думаю, Где-то 152. 6-дюймовые. Серьезное оружие. У нас на крейсерах Такие стояли. 152 миллиметра. Назывались главный калибр. Трехсквольный. Сейчас уже таких крейсеров нет, Сняли с вооружения. А я еще, когда служил, Были крейсера у нас такие. С трехсквольными башнями главными. Узнали еще про одного Подвижника Петра Первого. Патриот России Савва Лукич Владиславич Рагузинский. Поинтересуемся, кто такой. Экскурсия На крепость Орешек закончена. И мы сейчас направляемся в Санкт-Петербург. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащук Малышу, Малышу, Малышу.